господа всех рад приветствовать на air волне дождались и видео наконец-то дождались видео все больше таких комментариев можно наблюдать от нашими роликами и это конечно же все крайне мотивирует и каким-то образом воодушевляет будоражит на создание контента а сегодня прекрасная для этого причина ребята 55 турнир истофе это финал верхней сетки рейзи бэйс и этим уже для многих все сказано контент высочайшего класса для вас здесь и сейчас поехали так и дрян на клаче против бейза на ник грубо так просто как по бульвару только что робот прошелся формирует более длинные дела и между мега и хэви следующий мега так пытается виду стыка каким-то образом более выгодную позицию занять сразу бэйз не открывается под атаки и вот сейчас рейзи запрямить его начинает ее развивать пошел хороший ребята вы посмотрите отдел все таки туристу и не успевает просто даже в инвиз уйти бэйс и его стрейливает очередной рельсой рейды и это выглядело конечно просто потрясающе не без резкости уходит и них конечно же это скорректирует ее планы на будущее арызи пытается как можно больше лишь теку выжрать и как мы видим селф дэмэш дал возможность запряжиться еще одним желтым просто некий маугли клач клач маугли эдиши на этот момент удалось бэйзу схватит рельсы но не без штрафа просто вот такой агрессивный выпад со стороны робота была награждена еще одной шокой никс это нечто восхитительное ребята просто чудеса квейка на эйр волне здесь и сейчас мы все свидетели этого мне кажется пришло время открывать все новые новые грани скилла и и мой в общем просто как по губам неким мягким предметом вводил бэйс рейзи но стека настолько много что он даже это стерпел но не сейчас 25 кп пришло время как-то сменивать позицию да просто влево вправо туда-сюда назад вперед ребята делает рейзи и это дало возможность не сфокусироваться поезда на нем да уходит в английс как же уютно как же клево чувствует тебя рейзи на этом клаче застухарила ситуация нихса сама не знает что делать рейзи уходит в них я подобия плюс бека и наличие обилки этому всему благоволит хорошими дэй рокет дал возможность остаться в живых решил не продолжать шествие за часиками ведь там можно было легко открыться под атаку от них скорее всего часики так и лежат с этой стороны они очень желанны сейчас клочом пойдет ли их тянет его тянет в эту сторону у ребятку это просто позиционно тактическая борьба на стопроцентном а имя я не знаю кто если не они боги квейка ребят осталось пять минут и здесь здесь находит линию атаки для все-таки втаскивание этой рельсочки одинокой который конечно же при стеке никсы имеет колоссальное значение читает позицию оппонента рейзи и всячески не открывает на под его атакой там мега лежит на стреле еще дает еще одну рельсочку ребята успевая прожать обилку проскакать просто лбам гг пишет бейс и после 60 не видит в себе никаких сил продолжать этот dm6 а его и мама дорогая жесть гг гг ну что ж еще немножко зубодробительной мясорубки для вас deep embrace по-другому не будет особенно учитывая пики ребят слайдеры выступает строк против слышки рейзи заприметил тайминг чтобы желтый выживать и вот здесь он там хорошенький абьюдеры спа чё не сделал и видимо аптечки здесь в большем приоритете что-то рельсочка пять секундочек до омеги здесь будет желтый армор на дуре да нету тут желтого дядя ты стоишь а все-таки дождался и хорошо но конечно о заеме хэви уже говорить не стоит формирует шелковый путь рейзи есть желтый есть мега есть не гитарин хорошо бейс побит но не сломлены вот здесь вот да не запримите в мегу которую принципе рейзи уже отпустил и демонстрация пилы здесь и сейчас зарезали страшку бейза ребята там перед этим как виктор сказал впечатляющим было еще одна рельс от рейзи которую он попал вот как-то так ребят просто не отрисовал на момент 40 для рейзи и просто некий high level skill демонстрирует эдриан всегда вовремя всегда крайне четкое переключение в эпана кроме вот этого моментика где надо было попадать никто ничего не держит когда никто ничего не держит главное вот это вот именно не начать держать во рту кое-чего да так поиск пытается как-то подхамить с помощью ракеты но уже готов к его провокациям рейзи как мы видим спокутировавшись на точках возможного появления оппонента делает еще вот это 6-0 дм6 закрывал рейзи своего оппонента и здесь бейза тоже пока не получается расчехлить счет момент но прям хлынула кровь не знаю засчитал то ли это дэмэдж для эдриана но бейзи все таки раскрывает счет и находясь на слышке рискует может что-нибудь продемонстрировать но летят ракеты как будто бы просто постоянная читка оппонента происходит как будто бы некий gps датчик хотя ребят хотя ребят конечно какой же нахрен gps этот жалкий аналог колонаса ребята колонас датчик колонас ребята пользуется рейзи и якобы бейзи его прикрепил вторая пила и никого-либо фейза и ни на кого-либо на слышке ребята просто на слышке ты посмотри что дорожит просто тотальный какой-то domination мод бейзи конечно же тильтует и все что он делает это некое свидетельство этого 10 фрагов разницы на данный момент не будет отпускать просто проваление рейзи а бейз покидает deep embrace так и не написав gg ребята до билеты в тильтостан прикуплены но судя потому что здесь происходило по-другому и не могло было быть проводница улыбается этот поезд бейз в него садится она уже заносит чай ребята ggs ggs ждем полуфинала нет финала нижней сетки как-то так финала нижней сетки будет следующее видео ну что ж ребят только-только вот кельт спал перед напором чейна в полуфинале нижней сетки а вот это был best of 1 и чейн довольно уверенно вышел вперед даже больше чем на 10 фрагов обыграв кельца завоевал место бороться в финале нижней сетки как-то так кельт занимает четвертое место а вот ребята здесь и сейчас бэйз и чейн поддерутся за 2 3 руины первая карта их best of 3 находит все таки лиги для атаки боится размен и вот не разрешил бэйз все-таки никс уйти на джампад в этот пиксель стрельнул и явно это уже для александра некий стандарт что казалось бы для нас некой феерии и контентным моментом просто стреляет вот куда-то туда вот ну да ладно за бэйзом за ним же красный и теперь можно развивать атаку слышат позиционно где находится никс и выходить да ребят несмотря на то что даже стрельнул ракет кучей по и вторую ельцу подряд попадает ученица совсем не остается пп и в это же время не хочет расстаться со своим инвизом но все-таки боюсь понимая то что попал много заставляет его это сделать он даже с помощью рельсы это сделал представляете какой уровень реакции имеет александр продолжаем души пикс конечно же без инвизная без арморная девочка долго не держалась в этом файке это такое чисто я скорострельчик был а она цепь и рад тот случай когда скорость имеет положительный эффект и здесь тянут и после пропущенные рельсы конечно же не дожидается и еще после его смерти 5 секунд за его маты кручей но определен нас тот жанр и дает возможность ему практически беспрепятственно потом пройти на хэви арбор члена нет обилки нет стека и конечно же стоит задуматься приобретением этого всего необходимого хорошей да будет заюзан инвиз последний шанс котором никса смогла хоть как-то и понимая что анарки будет его ловить в определенных местах силы на данный момент для него конечно же в корни сразу ходит мега поднята приблизительно половину от 30 секунд отсчитывает везет немало дым из-за под насыпал и чейны если почему хотя бы одна ракетка залетела которую предполагал он выпустил в сторону поезда все-таки другой эффект заимела но нет но нет от доджейл бэйс это дэмэч и дал возможность себе сформировать четвертый фраг пятой минуты стартовала именно со счета 41 пока что выглядит как доминация не оставляет шансов каким-то образом под камень на отходе базе удается засунуть рельсу где ребята зачастую жизнедеятельность создана так вот что вот именно когда что-то засовываешь прям положительный характер чейн совершает самоубийство вы посмотрите как подхамил бэйс и тупо стриггерил лол пишет чейн ясно улыбается сам себя бэйс после жесткого поражения от рейзи явно еще на юморе и мне кается только лишь 20-0 что вы способны каким-то образом загладить залезать так скажем раны которые во время этого противостояния финале верхней сетки стабильно без просто делает свое дело явно чувствуя себе более высокий потенциал нежели находит его в противники на минуты пытается разогнаться цикл мига через 10 секунд будет драка моментально фокусировка 29 хп остается и по выходу из облидах все-таки микс налавливается на ракетку и рак для хорошо но не здесь ребята вроде бы как вернул свой стэк там желтый мига опилочка аптечка не не бегать и не было но и нашел теперь силы и здесь пытается теперь анарки как это образом перехватить но в него в этого комарика надо еще и попадать да да хорошо что стека не так и много пара секунд до миги вот эта рельсочка конечно бы здоровский эффект имела после ее попадания можно было даже спускаться вниз а на кито и дело будет сейчас спускаться в пляс ведь три минуты 3 фрага преимущества это неплохое подспорье для победы и плохая читка начинку ситуация чина и определенно четыре ракеты было выпущено но только лишь одна встретила анархи как цель и вот здесь от прекрасная линия для атаки от чина но не воспользовался не воспользовавшись ею дает возможность боезу беспрепятственно забрать хиви армор и вот здесь вот таящее время просто начинает иглами секундами вонзаться в провоцировать делать пусть даже некий конвульсивные движения но хоть что-то спокойно состоять здесь не приходится состоятельно даже после подъема меги удается бейза сквозь решетку задамажить остается и вот здесь момент будет в инвиз но перед телепортом бейз чисто мансанул его сторону спровоцировал и вход оппонента в него сам не пошел профессиональный такой моментик за минуту 20 еще плюс один фраг для александра чейд покидает матч в рамках сегодняшнего турнира якобы не принято писать гг финал нижней сетки 1 0 пользу бейза корман спасибо тебе огромное за поддержку братец спасибо все еще обязательно вернемся к этому моменту обязательно так ребята у нас возможный матч поин для бейза финале нижней сетки драка за второе третье место здесь и сейчас вы это уже тоже имеется шахт тоже имеется рельса 30 курс следующий цикл айтема пошел да ему ребят столь высок я заметил это в рамках боев тронцы же с рейзи бейза с чейном да и вообще профессиональон начинает драться на неких вот стихийных моментах никто не старается выйти и прям здесь и сейчас показать шафта а вот прокинуть какую-то ракетку рельс очку предполагаемую точку оппонента и даже когда идет драка вот очень выгодно выглядит это все красиво ребят бейс немножко недооценил возможности оппонента а ведь ей тоже красиво отстреливался шахтом и вот здесь ух ребят попал рельсу на это все таки не остановила бейза удалось александр прочитать стек оппонента таким образом что даже со средней дальней дистанции супер шока наносила дэмэдж пусть не за одну но до 4 все таки вывела весь оставшийся пп и это первый фраг на счету александра на контроле находится еще куча времени надо занимать третий этаж каким-то образом претендовать на подъем обоих основных айтемов есть рельса какой-то предмет обронил предмет обронил да не удалось сделать враг бейз немножко замешкал позиции сверху но все таки решил отступить это довольно прагматичное решение правильно восстанавливаем стек и формируем позицию какую-нибудь из следующих атак на данный момент а это мы разделены по времени что конечно же учитывая позицию бейза на данный момент благоволит ему подъем умеете сейчас и вот сейчас уже хивер мор позиции даем а которого он находится хорошо можно атаковать паштол учениками тайминг на мегу легонечко сейчас вот так огня его прикуры плотника 36 тп дает а у бейза и несмотря на эту просто катастрофическую ситуацию чей находит себе силы попасть всю эту дичь и даже за фраза лп это но только не здесь и сейчас на борис твои атаки был бейз уверенно шел вперед прокидывается ракетка но пришел пользу на рельс и отступить да еще и желтый брони конечно же благотворно влияет на статью снова читка оппонентом позиции была чейн знал где находится бейс прокидывал ракетку и бейс конечно же рисковал минус суточку вторую получить ну то и дело ребята как же шквейк хорош какие бы ни были правила какие бы ни были рамки приличия все равно квейк таков что всегда провоцирует выйти из этой зоны комфорта и показать кто ты есть здесь и сейчас в этом именно моменте хранит злость хранит гнев внутри тебя и вот здесь агрессивная атака приносит бейзу плоды он сравнивает счет и на правах хозяина вы уже начинает практиковать контроль обоих куда ты дядь но стык но после хэви а ну что ты делаешь дядя эх еще пощечину в конце вот так после штата давать куда ты пытался выехать на а и мечей не получилось то конечно же грандиозно смотрелось лучшие удачи и здесь боясь явно запретить и в тайминге хэви армура прокидывает еще один фраг и вот еще рисочка еще может быть что-то по ножкам из она просто совсем ну как ты там братишка самоубийством заканчивает этот фраг чейн решил вот так будет проще вообще сашки бейзу с респектом с уважением подарок подгон чисто струсил папа если . вам мор красиво не выпустил зата позиции оппонента трескучий шафт от пейза и шестой фраг на счету дэднайта опа еще и метеором в воздухе попадает на отводе эту ракетку но феерия некая из дэмэджа и уверен что чейну еще недолго осталось немножко он там потусуется на рельсе и вот следующий фраг уже будет как бы точкой над и ребята финальным аккордом сашки бейза финале нижней сетки вот посмотрите пророчества ребята шарашу пророчества так красный подымает это за травочка чипа как жить удалось вот так вот немножко даем возможности оппоненту поддомажить чистим 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 пророчества не удалось ребята я снимаю свою кандидатуру с знахари целителей донецка я снимаю все вопросов нет вы меня вывели на чистую воду хороший несмотря на то что чем перехватил инициативу за иметь полный контроль не получилось и противник развивается да и вот здесь вот шарашит эти рельсы откуда они берутся но это некий интересный момент там даже не было голову видно ты знает а все-таки рельс очку чейн получил секунда до хэви с пейерверком бегу забирает и знать времени все мало 4 фрага впереди оппонента присутствует все мало все меньше на русском из имеется сильный момент да бей спустился в некое подобие плюс бэка полторы минуты и можно уже решать судьбу как минимум второе место второго место почему бы не сделать это кейн борется пока что безрезультатно время неугомонно истекает осталось одна минута агрессивное действие со стороны чейна попытка но по из доприметим уже этот вектор издалека и просто вы выходит из боя просто спрятавшись за углом да красиво несомненно это ггс звуков нет вообще говорит чейн и ввиду полученной информации по из наверно говорит ну раз у тебя нет звуков братишка то давай тогда наверно ты иди в гранд-финал с рейзи а я вот тут со звуками уже третье место займу но нет ребят третье место занимает чейн бэйс же сейчас поддерется в гранд-финале с рейзи и дрянам гкс Грандфинал 55-го истоке турнира. Ребята, Бейзи, Рейзи поддерживаются за первое-второе место. Миллиард и еще три раза. Сейчас четвертый. Говорил я вам о том, что как его выходец из верхней сенки в этом случае оказался Рейзи. Вы увидите уже на момент старта турнира. Ой, турнира, грандфинала, ребята. Что это? Ну, это было проверочки для вас. У него уже имеется одно очко по картам. Вот такую плюшку заприметили организаторы для пытаться из верхней сетки. Бейзи пытается подкамить, но во время подъема хэви-армура парочка рейз прилетает в Александра. Хотя и сам неплохо подгушил, несмотря на прожима билки. А Трейзи Бейзу хватает демиджа, чтобы сбить с ног робота. И Александр открывает счет. Но нет, в этом случае драка не развернулась в пользу бейза. Рейзи быстренько разобрался со скейлбирером. Рейзи так манерно боком отмансил весь демидж. И это, наверное, даже эффективнее показалось, нежели чем он бы фокусировался на бейзе. Ну, да ладно, полторы минуты. Устаканилась ситуация. В часики уходит. Рейзи вроде бы ножки скейлбирера увидел, и поэтому Бейз его смог просчитать тайминг следующий. Хэви, и вот сейчас уже Меги. Не держал эту рельсу Рейзи. Повезло, повезло, конечно, что Бейзу не удалось попасть в столь большого героя, как клач. Это явно некий момент технический. Да, Бейз вот здесь вот заприметил. 300 хп, прошу обратить внимание, 200 брони до жизни у Бейза. Сейчас можно как бы и нападать. Здравствуйте. Перед выходом телепорт все-таки награждает клач своего оппонента. Бейза рельсочкой, и вот еще одна. Саша стоит задуматься, следующий не держит. Но промазал Рейзи. В Бейзи, ребята, эту рельсу. Как-то быстро развивается событие, не успевая сформировать фразы. Такое это бывает, и я уже когда-то жаловался. Стоит, наверное, организаторам в турнир вести ограничения по скорости, как на трассе. Там, например, ну, 350-400 упсов. Вот. А если превысил, то будь добр там. Постой вообще без движений. 5 секундочек. Или там минус один фраг тебе. Конечно же, это бред и провокация с моей стороны. Рейзи пытается как-то выйти из этой ситуации, которая не складывалась никаким образом в его сторону. Но Бейз даже запримите пару рельсочек. Все-таки вышел там, с фрагом, но не здесь. Плач просто мгновенно настигает с респа своего оппонента. Все-таки эти деши, конечно. Да, ребят, три рельсы подряд. Еще немножко шокера. Из интерпретации альтернативной обилки. Класс вообще. Не находит в себе сил попасть. И здесь Бейз, якобы направившись к телепорту, но вовремя разворачивается. И сфокусировался на попадании. Да, Бейз выходит вперед. Снова один фраг с плюсом. И вот здесь вот ПБМС. Смерть под колесами этого поезда. Уже здесь и сейчас. Так. Пятая минута заканчивается. И пока что определяется как доминация Бейза на Вейле. Но там все посмотрим. Грать еще довольно много. Есть фрагом за первую половину времени. Говорят сами за себя. Игра идет очень активно. Рейзли только что не запрыгнул до хамиармора. И хочу сказать, что крайне редкая. Как бабочка, ребята, махаон. Как самая-самая редкая марка в мире. В этом хлястере. Альбомчик и лежит. Вы ей довольствуетесь. Любуйтесь. Так и здесь сейчас. Чтобы Рейзи... Блин, именно. Не допрыгнул до хэвика. Чтобы Рейзи не допрыгнул до хэвика. А это что-то вообще. Видно было там вроде бы как ветер. Какой-то сквозняк потянул из-под низу. И он так раз спустился по столбику. Так и не принял этот совет. Девайс. Что-то верят в камбэк. Хорошо. Давайте думать. Давайте смотреть. Ай-яй-яй-яй-яй. Пытался мансовать Рейзи. Но бейс был не угомонен. Он все-таки нацелившись простреливал этот момент. И плач он широковат. Конечно, в плечах было время. Дабы нажать на курок Александру. Уже на веденной пушке. Дала возможность закрыть Рейзи здесь еще. И разница за последнюю минуту только лишь выросла. Еще на парочку фрагов. 9-5 на данный момент. Рейзи агрессивничает. Начинает скидка шара. Нападать. И здесь не такой небольшой стэк остался. Совсем однако. Снова забывает броник. Что-то вообще. Не идет до Рейзи. Если только тайминг на Хевермор. Впереди еще три фрага. И сложно, конечно, будет делать. Так как на конкурсе готовы за оппонент. Рейзи, Бейзи, ребята. Но вообще гранд финал этих ребят можно Брейзи назвать. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Брейзи, ребята. Ха-ха-ха-ха. Ты сегодня Брейзи будешь смотреть? Да, судя по количеству раз, какое мы видели этих ребят в гранд финале. Этот мэм даже может закрепиться у нас на обществе. По поводу свежей серии просмотра Брейзи. Ха-ха. Такой, так скажем, сериальчик. Беспортивный. Ну да, пару минут до конца. И, судя по всему, Рейзи не отпускает еще рук. Хотя, в принципе, стоило ли тратить на это время? И нервы. Но нет. Не все попадает, что надо. Рейзи покидает матч. И по сложившимся сегодня тренду не пишет ГГ. Но я скажу его вам, ребята. ГГ 1-1 на данный момент по картам. Смотрим дальше. Начнем с ЧАС. Три. Две. Одну. Бой. Ну что ж, ребят. Зубодробительный. Сегодня уже был подобный один Дип Эмбрейз. Посмотрим на такой же в исполнении этих Титанов. Рейзи Бейз выступает Гранд Финал 55-го эстоки. И снова слайдер на Дип Эмбрейзе. Удалось проскочить, обдавившись всего лишь одним рейлом в спину. Бейз взял там рельсу. И здесь почему-то переключившись на рельсу, дал возможность вышавтить все из себя. Такой же пикер получился вредный. Ты посмотри, Рейзи думал, что прокинет все эти ракетки и будет на коне, но нет. Бейз за счет пикера сравнивает счет 1-1 на данный момент. И стэк очень-очень неплохой. Между ракеток стоило выходить. И снова фраг от бейза. Отстоял Хевиармурт. На позиции уже находится Рейзи. Хорошенький ты, посмотри, бейз расстрелялся. Красиво пошла стрельба. Прямо стрельба-тона. И здесь тоже попадает этот флик. Интересно. Мансила слэшкар, но... О, здесь чуть-чуть вот этого пшикнул дезодорантом, и она слегла, вы видите? Класс. Класс. Сашка на серьезе борется. Почувствовал тебе уверенность. Есть еще Рейзи, one more. Еще одна красиво. Рейзи думает, когда ты уже закончишь попадать, но нет. Восемьдесят пять процентов рейл на данный момент у бейта. Красиво начинает доминировать, и слышка рассыпается. Контроль соблюдает Александр. Пока что все очень и очень хорошо. Красивая пумба после рельсочки. Пикер сделал свое дело. Рейзи нет, только стэка, который может похвастаться. Бейз. Надо переходить, что назовем Меги. И вот здесь, и пусть опять. И красиво, конечно же. Пыталась как-то контратаковать слэшка. Летят рукетки. Но вот здесь вот линия атаки, конечно, более удобная для Эдриана. Выписывалась, и весь контроль, который Бейз. Воссоздавал. Достается сейчас ему. Много рельс подряд. Что-то сбилось по кутирухой. Я имею в виду, не попадает в Рейзи. Много рельс подряд почему-то идут мимо. 39 на 23 пинг. По-моему, более чем адекватно для каждого. Но уже 7 фрагов преимущества за Бейзом. И что-то типа Брейз тоже не задается у Эдриана. Какая же уверенность, какая некая спейс у Сашки. Как же это по кайфу наблюдается. Поверху пошла слэшка. Красиво, ребята. Сплэш от ракеты, выпущенной Бейзом. Подбил слэшку вперед, что дало возможность, переключившись на рельсу, сделать еще один фраг. 10-2 это уже нифига не шутки. С пикером попытался что-то делать. Не держит рельсу Бейз. Выходит из этой ситуации. Да, Хэби Армор здесь и сейчас. Удалось сформировать его подъем. И давай-давай-давай-давай. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Вы видели, он все-таки попадает на эту рельсу. Рейзи тоже отвечает. Перестрелка. Вот они дичи, дичамбайскую вообще попадают, а стандарта нет. Такое тоже бывает, ребят. Конечно, очень много демажа пришлось на судьбу слэшки. Рейзи не покидает этот матч, но мне кажется, он близок. По традиции сегодняшнего турнира, мне кажется, это некий... Флэшмоб не писать GG. ejня. Флэшмоб не успей. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. непонятно что там думал рейзи но мне кажется он что-то задумал а потом отмену поражал чисто знаете как windows это подтверждение вы точно хотите удалить этот файл да и тогда делается это действие так и здесь никого подтверждения ждал и дрян но сервер не отвечал что-то залагала вы используется полученным преимуществом и чисто плюс сейчас простонародье тянет резину именуемые временем раз контексте этого матча красиво удалось сделать фраг но все-таки лишился рейзи красного перед своей смертью не только сформировал обоюдный фраже цену и хэвик забрал рейзи покидает матч ребят вот как то так на данный момент 21 в пользу бориса быстренько все идет класс ну что ж ребята давайте смотреть dm 6 блатковина возможный матч-поинт для александра бэйза дриану рэйзи стоило каким-то образом конечно подумать но не удается попасть по из вроде бы заприметил наверно своих танцах своих доджах некую характерную особенность которая является ключом контратака для рейзи идет еще не раскрыть но как мы видим ребята стали метро и адекватность попадать и некую неадекватность не попадать как-то так пресловуто но довольно точно удалось охарактеризовать мне все что здесь происходит вот успокоили skylighter поиск пытается хамить сверху а вот рейзи заприметил уже хэви размет по рельс очкам и чтобы из отдает мегу ребята это была ошибка бэйз немножко дрейфил и отдал мегу контроль в руках рейзи тем более на вайзере обернется явно не очень хорошим делом для бэйза вот первый фраг начинает рейзи свое грязное дело вот тут о чем я говорю ребят на контроле и дриан просто восхитителен ему не надо ничего не занимать у него все есть это просто лишь делать техники которой он придерживается но вот почему-то в мегу прозевал ракетки не залетели на кой и он ставил ахи здесь тоже рельс очка бэйс близок для того чтобы подраться за хиви армор уже в позиции над ним находится рейзи пытается выцеливать но а имчик явно сегодня не суперский хороший хороший этот трик сквозь днем вот туда ой здоровский первым его автором был токсик насколько я помню ребят именно у него в первых выступлениях в их чемпионсах 17-18 годах на QPL он показывал это и конечно не сложный трюк и максимально эффективно если на дм6 ты выступаешь на средних или на тяжелых да пусть даже на легких персонажей не надо никаких не обилок чисто такой легкий хитрикс пока в ситуации с этой веревкой вроде бы неплохо все развивалось но ее итог был подъем на джампаде кое бы конечно не запланирован бэйзом и это дало возможность фокусироваться и весь этот дэмэдж нести рейзи опасность держит рельсу и супермашинка решила расстрелять рейзи только лишь закрепившись да в преимуществе уже 3-0 база почему-то решил пробежать возможно у него были мысли о том что эдриан считал пока был не на контроле но судя по всему цифры тайминга у эдриана не только в контроле бывает но и в его отсутствие тоже понимает не только где находится оппонент но и когда будет заветная броня или мега хелс как-то так хэвик лежит в некий размен наверно поэтому пытается играть опа даже непонятно с откуда была эта атака вот здесь неплохо подхамил минимум хп остается нельзя линию атаки ай-яй-яй снова пока но не вот этот по попке прилетел раб подъема миги и вроде бы как с нее уже там и не совсем много осталось векством пытается спастись афина вроде бы даже эффективно получилось рейзи выходит на подъемах эмири арбора поэтому не так много хп ну и рейзи стейком по здоровью не может похвастаться мегу пришлось отдать нехитрый доджи влево вправо дабы этот счетчик пополнения по пятерочке ваших затригерить чудеса половина игрового времени сыграно бэйс только-только раз мочила счет он теперь не сухой есть один фразы но как мы видим вайзер остался на контроля этому и поэтому сашка придется конечно не здорово все это надо выбивать а чем и как и когда что самое главное есть рельс очка хорошо так у я смотрю здесь парад парад рейдера анитка спасибо большое за рейд величу спасибо большое за рейд всем привет ребята спасибо на данный момент отделяет афину от вайзера а четыре минуты еще находясь на контроле конечно же выйду благоволит эта ситуация по моему все нормально самое главное искоренение проблемы уже произошло и теперь как я сегодня уже говорил лишь дело техники но смотрите рок и джам принимает вайзер применяет для того чтобы зайти на мигу это ему удается и бэйс даже немножко опешил в той ситуации по крайней мере какое-то время его мозг затротлил дабы понять что делать дальше но вот броники хэви армор снова сдал бэйс и вот вроде бы шарашил шарашил броники подымал астек на гульки нос вайзер сейчас имеет возможность поражать обилку как он так быстро стреляет это наверное не зажима а вот так вот это т т т т т т т т да по мышке очень быстро прям стреляет тренироваться будет это некая тонкость и хитрость даже по истечении 5 лет которую я не знаю есть 30 . окей но таким нехитрым способом бэйс засейвил себе позицию перед бегом вот тут рейзи попадая ту рельсу пытается как-то подхамить да и по левому краю конечно же пройти на нее максимально прагматично приходится отходить отходить здесь половина минуты строго по-прежнему сынного лишь один фраг отделяет бейт от рейзи хотелось было подхамить пока вай западал вниз но позиция не благоволила снова после подъема хэви армора рейзи как хочется поправлять свое здоровье и сейчас мега возможно если не вот это вот все что предложили ему пейс было бы реализовано хорошо за три минуты до конца инициативу виду контроля тоже перенимает бейзи сейчас только лишь хэвик забрать почему-то александр задержался в этом месте но нет была возможность начинку провернуть либо не благоволела но вот тут на стеке сейчас афина будет вваливаться и конечно же за счет крюков догонит вайзера и сделает фраг за минуту до конца а ну-ка главное не наловиться этих всех рельс файза сменивает позицию я видел люди любят это словосочетание ребята правильно исконно в русском языке меняет позицию сменивает это как-то я даже не знаю но я уверен кому-то должно понравиться чему-то рейзи остался остался в этом моменте но задержался внизу этого возможность быть за сфокусироваться дальше что и рельсу парикет по счету и минута до конца говорит о том что ее мое ребята интрига на колена до предела ведь это возможный матч поинт для александра бейза 2 2 1 по картам ой ракета пролетела просвистела казалось точно в лицо летит посчитать зубы сколько их там неужели 32 это норма помните когда-то реклама такая была у меня в лучшие годы столько не было лучшие годы для меня это где-то от 16 до 24 неплохо в ответ удалось подхамить бейзу ракетками рейзи все-таки планировал скорее всего так белочки провел эту атаку и зацепившись шафтом дать масштабная смерть но доджик от бейза так 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 потеряно победа поражение какой же минимум хп оставался у рейзи и он на мужика просто дрался до конца и дал нам возможность посмотреть еще плюс одну карту ведь на данный момент 22 по ним и это гранд-финал 55 эстокия ай да контентик ребята ай да кайфчик ну что ж смотрим следующую последнюю раунд начнется через 3 поехали ребятушки ну что ж давайте до рейзи посмотрим самом начале руины решат судьбу победителя кто им станет роль победителя определить небольшой делай между хэви армором и мигой рельс очку шафт хочется очень сильно очень просто вот не могу терпеть горит рейзи блин где ты моя рельса сачка вот такую позицию для нехитрой засады принял рейзи очередной понимал рейзи возможный подлов от оппонента но вот такая стратежная игра принесла свои плоды по крайней мере весь пол оружие на данный момент у ласковича имеется есть хэви спокойно себя ведут ребята ведь впереди чемпионство на турнире а так и говорит что должно быть немного фрагов темп не раздогнан и средние чемпионы которые играют на руинах и не могут особо этот темп разогнать рейзи делает делай соответственно собрался нападать на хэви армор сейчас заберет мегу и просто жестко пойдет с обилкой да нет ребята нет я вообще даже не подумать не могу какая же стратегия была у рейзи почему он не ринулся это делать видимо в определенный момент он сказал себе стоп я буду бейза всячески истязать морально не поднимая мигу но нежданно не гадана чисто по стечению обстоятельств дилей все-таки вырисался первые позиции уже находится поиски парочка рельс наградил и дриана стоит рейзи выходить из этой ситуации потому как слишком близко рисуется уже фраг но не дождавшись вы представляете какой я им демонстрирует бейс действительно вся эта тактика которую вы рисовала рейзи канула перед шафтом бейза очень здорово великолепно вот как-то так нервы то не хрустнули показал профессионализм саня балдеж вообще конечно балдеж высший квейк но точнейшие шоке запилка залетали от рейзи и это льди момент пацанство от бейза некий момент пацанство почему ребят потому что кинулся в аркаду как поверил себя вот как рейзи сейчас смотрите ну и шока у бейза не шла ровно вы видели 57 на 23 80 хп правда было да не 90 80 и все равно не держал рельсу смысла моего спича был именно в этом россия выходит вперед но не тут-то было даже за обиленный платкович не смог справиться с бейзовским шафтом подойди сюда ляпаться ему так бах было бы прикольно если бы еще запилил да осталось я за рейзи всячески провоцировал поеду на это девичка пепель подъема миги оставалось у бейза что не так много в принципе могла сработать эта тактика от рейзи начинает по темпу рейзи разгонять 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 хорошо еще поднахамил вертикал очкой молодец бы смотри рейзи понимает вход появления айтемов но и бейз владеет как бы этой ситуации пытается простреливать все эти штуки не хитро но очень быстро получилось ворваться на мигу судя из разницы в стеке которая очевидно была на стороне бейза это стоило сделать и это все правильно это совсем не аркада зачем аккуратничать если ты можешь прям стряпинуть взъерошить оппонента то принципе бейси сделал рисует минуты до конца три фрага преимущества у александра сейчас неплохой задел на победу ведь это руины тем более наличие контроля максимально этому способствует решил не драться за хэви но и здесь удалось с миру по нитке по крупицам там рельсочку попал как и эту сплэшик от ракетки потом на шафтах бой ну и вот на шафтах бои ой ой да а как то такой бой 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 пока что все очень круто вырисовывается ребята это просто драматичный турнир хочу сказать вам если кто не был свидетелем финала верхней сетки где встречались также бейси рейзи там рейзи выиграл 2-0 причем насколько я помню бейс не смог даже открыть счет с 0 было на м6 60 было м6 и еще какой-то 0 на какой-то карте но вроде бы так а здесь колоссальнейшая работа проведена александром в размену определённо в одно и то же время поднимается айтемы рейзи пытается догонять хорошо стека уже не драться в этом режиме но сфокусировался совсем другую сторону может быть если был готов в рейзи покидает матч и ребята это значит что в рамках 55 эстоте турнира бейс как выходец из нижней сетки все-таки со счетом 32 одолевает рейзи в гранд-финале и забирает первенство на турнире эстоте 55 не так и ребят однозначно колоссальная работа и зрелищное видео поддержи канал лайком подпиской братец на всякой активности эйр волна нуждается в этом всем спасибо ребят за внимание встретимся а